Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйм и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды и опять буквально вот два дня подряд у меня игра ужасно лагает. Я надеюсь сегодня такого не будет, поэтому ребят давайте поиграем маленечко. Так, ежедневные награды забираем с вами и пойдем посмотрим что у нас по заданиям. Так, поднять уровень персонажа, так, сразиться, сразиться, пройти серию испытаний. Ну давайте пройдем серию испытаний. Буду играть ребята сам. Буду играть аккуратно, потому что сегодня я хочу попробовать пройти серию испытаний как можно больше и дольше. Но это уже будет после лиги, так что давайте будем расколбашивать. Я вот думаю что ребята зэк нам здесь не особо хорошо нужен. Ну ладно, посмотрим короче. Так, будем бомбить. Еще раз повторю, нам нужно ребята здесь выжить. Выжить и причем как можно меньше тратить супер удары, а не потому что нам пригодятся в дальнейшем. Так, значит у нас здесь Бибоп, Рокстеди и я думаю что нет провока... Хотя, давай провокацию. Провокацию поставим на всякий случай ребят. И уже будем здесь начинать их бомбить. Так, начнем с кланфутовца. Вот так вот. Можно замедлялочку бросить, но думаю что пока не стоит. Так, давай ответку. Молодец, Рафаэльчик. Тоже ответку дай. Все пока хорошо. Ну давай, наверное, мы все-таки начнем с Рокстеди. А ну-ка. Маловато, не особо хорошо пробили. Проникающий удар. Ну, можно в принципе его потратить. Есть. Замечательно. Так, что это делает? Воу. Слушай, заморозка довольно сильно почему-то повлияла, да? На Рафаэля. Ты посмотри по здоровью, как получилось-то все. Ну что ты не смог пробить даже Маузера? Ё-моё. Ну как же так-то? Подхиляться? Ну давай хильнемся. Фиксим. Так уж и будет. Потратим хил здесь. Чтобы все мои юниты были здоровенькие, целенькие. И чувствовали себя комфортно. Так, меткость мы понизили. И все равно он попадает. Представляешь? С пониженной меткостью попадает. Как будто бы я на него ничего и не повесил вовсе. Ха. С 67 уровня он, заметьте, был. Так, ну что? Это мы с вами задание выполнили. Так, остается нам всего ничего. Там заработать победки. И еще что-нибудь. Как всегда. Кстати, вы напишите, у вас в ближайшее время тоже, ребята, глючила игра? Или это, опять же, только у меня? Я не знаю, с чем это вообще может быть связано. Так, поднять уровень персонажа. Давай поднимем. У нас, кстати, мутагента есть хоть? Ну что, ёлки-палки? Я уже думал, опять начинается это подвисание. Так, здесь мы обмениваем. И поднять уровень персонажа. 13 тысяч. Этого маловато. Наверное, даже не хватит и на Криса, я так думаю. Нет, на Криса хватает. Поэтому поднимаем ему на левел. Я решил, ребята, прокачать вот этих вот своих, хотя бы до 75 уровня, чтобы мы могли с вами дальше пойти по сюжетной линии. Так, давай вот здесь вот паукуса обменяем. Паукуса обменяли. И всё. Задание выполнили. Теперь, конечно же, ищем с вами ДНК. Я, кстати, купил, ребят, порталы. Поэтому можем спокойненько сегодня с вами искать. Как видите, у меня их 114 штучек. Ну, пришлось, как обычно, доллары потратить. Но оно того стоит. Оно так и должно быть, ребят. Так, одна Кирби нам всего досталась. Это, я вам скажу, очень плохой показатель. Две. Всего две Кирби мне дали. Ё-моё, ну. Офигеть. Самый ничтожный вариант, ребят. Самый ничтожный. Две всего лишь. Ладно, давайте поищем тогда с вами Хана. Так, одно ДНК есть. Да подожди ты, я не хотел. Я не хотел этого делать. Давай вот так вот. Второе ДНК. Ну, давай третье. Нет, третье нет. Смотрим. Если здесь нам достанется две ДНК, то это уже нормуль. Средний вариант, ребята. Одно есть. И последнее. Нет, тоже три. Три Хана нам досталось. Это очень, ребята, плохо. Очень слабый вариант. Давай забирайте реварды. В конце-то концов. Все. Достижения. Ну-ка посмотрим, ребят, что у нас там по достижениям. 483 маузеров у меня подбито. Еще нужно 17. И также четырехруких футботов. Я, кстати, давно с ними не встречался. С футботами этими. И крэнк... Крэнк дроидов нужно еще подбедить. Хе. Ну, это много. Много и долго. Поэтому не будем даже на этом зацикливаться. Рафаэля мы, естественно, обмениваем с вами. У нас, кстати, сколько откатов сейчас получается. Давай-ка зайдем в бой. Здесь у меня отыграно, по-моему. Да, да, ребята, я отыгрывал. Это все. С горем пополам прошел. Так. Турнирная арена. Мы с вами на Лиге Сегунов. И ранг 83. Обалдеть. А я был в Лиге Сегунов 2 звезды. То есть моментально сбрасывают опять. Что ты будешь на них делать? Придется опять как-то нам подбираться, подкрадываться через все эти толпучки. И, как видим, у меня всего, ребят, 5 откатов. 49 уровни. 5 откатов и 49 уровни. Будет очень и очень сложно сейчас нам здесь пробиться как-то. Но я надеюсь, что в Лигу Сегунов я все-таки в 2-х звездочную попаду. И желательно где-то даже до 3-х звездочной. Потому что сегодня что? У нас суббота. Там осталось не так уж много дней у нас, да? До завершения. Поехали. Начинаем с вертушки, как всегда. Ага. Остается Микеланджело и Бакстер Стокман. Давай вот так вот сделаем массовый выстрел. Пулеметная дробь. И она, конечно же, всех карает. Ну что же, тут замечательно. Ребята, 5 откатов. Еще раз напомню. То есть 5 боев мы сможем с вами сделать с помощью Леонарда. Остальные придется нам делать уже своими ручками. Давай мне 65-ю. Ага, 69-ю. 69-я позиция. Слабовато мы поднимаемся. Но ничего не поделаешь. И враг с каждым разом все круче и круче. 55-й левел тут у врага. То есть, ребят, тут очень рискованно. Поэтому надо, надо нам взять. Возьмем вот так вот. С помощью Зека я думаю, что здесь мы пройдем. Зек бросит замедлялку. И Леонарда, наверное, скорее всего, добьет их. Проверим. Все зависит от того, сколько здоровья мы отнимем. И отняли довольно приличное количество здоровья у всех. Поэтому тут должна быть победа. Однозначно за нами. Да, но откатывать я Зека не собираюсь. Потому что так нам придется потратить 2 откатика. А за Леонарда только лишь 1. Нам посмотреть надо, куда мы с вами продвигаемся. 50-е? 55-е. Да что ж ты будешь делать? Медленно идем. Хотя я дрался сейчас с довольно сильным противником. У него довольно хороший бонус давали за его победу. Так что не знаю. 19-й, 19-й. Соответственно, я возьму, наверное, вот этих вот ребят. Это у нас Марилия. Так. Леонарда, значит, да. И ко всему этому мы прибавляем что? Шреддер. Так, кролик. И. Слушай, Усаги в паре. Вместе с кем бы он пошел. Ну, давай попробуем. Давай Рокзара возьмем. Возьмем Рокзара. И поверх этого всего плюс Змейка Вьюн. Вот так вот я попробую, ребят. Да, конечно, как-то не особо хорошо получилось у нас Соляночка. Вот этот Шреддер у меня очень слабый. Его могут здесь бомбануть довольно-таки быстро. Поэтому в наших интересах как можно быстрее расчеклижить их всех. Так. Ох ты. Да как вот это может быть? Я не понимаю иногда Леонарда. То он делает вертушку. Не всех подбивает. То он делает... Подбивает всех с одного удара. От чего зависит у него вот этот вот? Я не понимаю. Прямо вот все персонажи, которые там стояли, были... Не имели иммунитета против именно его вертушки. Не поверю я. Так, ладушки. Александру Кристиан, Серега и Кэш. Кэш. Ну, давай, наверное, мы возьмем с вами Кэша. Нет. Нифига не Кэша. Возьмем Серегу. Будем драться с Серегой. Три отката всего лишь у нас остается. Раз, два, три. И возьмем еще, пожалуй, с вами Бакстера Стокмана. Ну что, Серега, готов? Ко встрече. Я думаю, готов. Начинаем веселуху. И надеюсь, хоть кто-нибудь туда упадет здесь. Только лишь... Тихо, тихо, тихо. Сейчас кто-то упадет у меня, наверное, да? Я боюсь, что Эйприл может упасть. Сейчас проверим. Так, мы атаку сбили. Кто у нас тут первым ходит? Слэш. Я смотрю, ребята, Слэш готовится к нападению. Ну, в принципе... Этот Черепашонок тоже. И он делает. А, он в инвиз ходит. Фух, нам повезло. Вот здесь вот нам крупно повезло. Потому что мы вот так вот с вами делаем. Маузер здесь подбивает всех. Отлично. Все отлично. Потому что Эйприл Кунаич, ну, вы сами видели, она ватная. И ее практически уже разобрали. Так что нам пришлось вот так вот действовать. Ладушки. Офигеть, как мы с вами тяжело идем. Просто обалдеть. Так, 28 ранг у нас. И теперь мы с вами определяемся. Я беру Дину. Я беру именно Дину. Пускай поменьше будет бонус. Но есть вероятность, что мы с вами дойдем все-таки в Сегуны. Две звезды. Но можно будет, конечно, под вечернюю зорьку еще поиграть. Может быть, мы как-то с вами сдвинемся с этой мертвой точки. Вы, главное, пишите в комментариях, записывать ли то прохождение или не надо. Все будет зависеть, ребята, только от вас. Если скажете, что надо, я, конечно, сниму эту серию. И мы дальше будем смотреть, что у нас тут будет происходить. Как вообще, потому что завтра я пойду на работу, ребята. Я не успею просто-напросто набить достаточное количество побед, чтобы быть в Лиге Сегунов 3 звезды. Отличненько. Тут все у нас шикарно, просто идеально получилось. И, в принципе, остается только лишь на один бой у меня персонажей. Я надеюсь, что мы не лопухнемся. Какая? Давай двенадцатое место. Тринадцатое. Ну, ладно, я надеюсь, у меня вот теплится что такое, что в магазине у нас. А, я колоду забыл взять. Так ее же вроде бы как и не было. Так, 26 пиццы. Так, 80 сюриков и 5 долларов. Нормуль. Так, давай дальше, наверное. Подожди, какой список? Список. Подожди-ка, а мы с вами закончили со слэшем, да? Мы ему все скиллы прокачали. Я вот что-то не помню, если честно. Так, ну я, по крайней мере, не вижу, чтобы у кого что-то еще было на изучение. Нету, походу, дела. Особенно, вот видите, вот эти вот отряды вообще у меня слабенькие. Они 30 уровня, но они не прокаченные. Скиллы у них хреновенько вообще прокачаны у всех. Поэтому их всегда в бою быстренько и ложат. Несмотря на то, что у них там по 2-3 звезды. Нету никого, ребята, абсолютно никого нету. Немножко меня это печаливает. Ладно, продолжаем с вами. Турнирная арена, поехали. В бой. И нам надо выбрать с вами... Ху-ху-ху-ху, сложно. Я, наверное, выберу вот этих вот, ребят. Да, я выберу этих, потому что здесь 4 серебряных звезды. Я думаю, с ними мы должны справиться. Так, так, и... Слушай, погоди-ка, а мы можем еще с вами один бой запилякать? Тогда мы, знаешь, как сделаем с вами? Уберем вот этих ребят. Мы возьмем с вами Леонардо. Потому что один откат еще у нас все-таки есть. И выбираем вот так вот. Раз, два, три. И возьмем одного сильного. А это будет у нас одного сильного. Ха-ха. Кого нам тут взять-то, ело просто? Криса, что ли? Ну, давай возьмем Криса. Это бред полный, по-моему, да? Это бред полнейший, потому что мы, наверное, тут располстаемся. Хотя, кто его знает. Если мы с вами успеем поставить защиту от Криса, дополнительную, то, может быть, мы здесь простоим еще какое-то время. Проверим. Надеюсь, кто-нибудь упадет с вертушки, и это будет хорошо. Никто, к сожалению, не упал. Никтошеньки. Ну, давай попробуем. Защиту мы им понизим. А ну-ка, Тигр, не подведи. Плиз, плиз. Ну, я вам скажу, это неплохой результат. Минус два, это уже... Это уже что-то. Так, массовый, да? Нет, не массовый. Обычный. Ну-ка, Эприл, не подведи папочку. Замечательно. Все шикарно. Естественно, он делает дополнительную защиту, но это уже ему вряд ли поможет, потому что... Да потому что мы будем бомбить их. Вот и все. И пробивной ударом ногой. Все. Замечательно. То есть, получается, мы с вами все-таки сделаем два боя вместо одного. Сейчас мы берем свою убер-пупер-команду в исполнении Рафаэля. Который будет вставать в таунте. Ага, мы даже так перебрались в Лигу Сегунов. Ну, то есть, нам нужно, ребят, с вами укрепиться. У нас 99-я позиция. То есть, буквально один проигрыш, когда мы будем в оффлайне, и нас, естественно, сбросят оттуда моментально. Для этого я возьму вот этого. Это у нас Екатерина, Катюшка. Будем драться против Кати. Вот Рафаэль, Паукус, Кирби, Карайка и нейтрализатор. Слабенький, ничего не могу сказать. Вся надежда у меня, естественно, на Рафаэля. Если он встанет в провокацию, то это будет замечательно. А он у меня ни в какую не хочет вставать. И это плохо. Так, иммунитет вешает. Ладно, пускай так. Это лучше. Ага, вот мы с вами в провокацию. Теперь главное, чтобы Бакстер Стокман не запустил свою массовую атаку. Ну и, соответственно, и так же и Донателло, это касается и всех. Так, ну я думаю, что сейчас мы... Давай, Доника. Ах, у него была защита. Ладно, фиксим. Хилку пока я тратить не буду. Я думаю, не стоит этого делать. Пригодится еще. Вот она волна. Вот это плохо. Это плохо было. Е, Стокмана мы убрали с полей боя. Так, тихо. Минус еще Дони. Так, секунду. У них массовая атака. Массовая атака есть у Рокстеди, да? Из огнемета он там жарит. И он сейчас... Ух, нам повезло-то как. Подожди-ка, повезло. Может быть, еще и не повезло. Давай попробуем Донателло убрать с поля боя. Нет, не получается, ребят. Ну. Так, что же сделать-то нам? Давай так сделаем. Минус Дони. Так, Паукус пробьешь, нет? Ну, чуть-чуть не хватило. И хиляемся. Фух. Да. Теперь, ребята, победа за нами. Это 100%. Ха-ха. Две победочки. Две. Отыграли мы замечательно с вами. Соответственно, немножко укрепимся. Не то, чтобы сильно так вот с вами задержимся здесь. Но, тем не менее, я думаю, 85-я позиция нам обеспечена здесь. 84-я. Ну, вот так вот. Хорошо, ребята. Под вечернюю зорку я вам еще раз говорю. Может быть, сыграем серию. Вы, главное, пишите мне в комментах. Хотите, чтобы я ее снял или нет. Или я сделаю ее за кадром. Ну, в общем, неважно. И у нас, кстати, я заметил 141 монетка. А 141 монетка говорит только об одном. Что, Рэй, зайди в магазин и купи что-нибудь. А копим мы с вами. Да, Армагона. Очень тяжело, очень долго идет весь этот процесс. Но, тем не менее, 635 еще монет у нас здесь есть. Так, мы с вами слэшов тут копили. Сейчас мы будем что-нибудь с вами другое придумать. Я думаю, что пора бы, наверное, нам, может быть, Рафаэля взять, а? А, давай возьмем, ребята. Почему бы и нет? Хоть одного персонажа, но сегодня мы с вами прапаем. Ведь прапаем же. Я надеюсь, что да. Ну, список, давай. Ух, ребяточки. У него 2 серебряные звезды было. Становится, конечно же, 3 серебряные звезды. Дин-дин-дин-дин. На своем топорике я вам поиграл. И замечательно. Так, что это у нас, ребята? Птицы Морф. Это новая способность. Раф превращается в бешеную индюшку, усиливая союзников. Кулды-кулды. 30% шанс взять реванш, если союзник был атакован один ход. У 10% союзников появляется скорость в плюсе. А, ну я понял, ребята. Это когда он в эту... У него голова в индюшку превращается, да? Я всегда считал, что это бесполезный, честно говоря, навык. Ну, я даже считаю до сих пор, что он, по-моему, бесполезный. Но посмотрим как-нибудь. Рано или поздно все равно нам придется играть за этого персонажа. И мне кажется, я вряд ли буду применять этот суперудар. Так, ну что же, как и хотели мы с вами... Так, подожди, в испытании мы все с вами? Ага, нет, не все. У нас здесь есть Армагеддон. То есть за Армагоном мы можем с вами повоевать. И я, конечно же... Так. Лео Раф. Нейтрализатор. И... Эйприл. Поехали. Обязательно, обязательно, ребята, ДНК нужно нам на Армагона. Это классный персонаж, он мне нравится. Поэтому я буду, конечно же, на него драться. И, кстати, ребят, вы иногда пишите в комментариях, подари мне там того-то или того-то. Я могу вам сказать одно. Как я могу вам что-то подарить? Как я могу из игры вам подарить там определенного персонажа? Это просто нереально. Это, наверное, слишком маленький зритель пишет, потому что он не знает этого еще. Но я говорю тебе, малыш, я не могу. Я бы и рад, может быть, тебе кого-то подарить из своих героев, но это невозможно. Этого нельзя сделать. Так что ты уж не обезжайся на меня, но... Такое правило игры, и я с ними ничего не могу сделать. Вот так, ребят. Ну что же, мы победили. И сразу же, наверное, пойдем попробуем вторую ходочку с вами сделать. И я, возможно, даже не буду брать своих маленьких... А, Армагончик, сладкий ты мой. У него, ребята, две ДНКшечки. Отлично. Я просто очень сильно хочу его прокачать. Мне этот герой очень нравится. Сейчас он пока слабенький, поэтому я его как бы не особо жалую в игре. Но за счет того, что у него мощная атака и массовые суперудары классные, конечно же, он достоин того, чтобы быть в нашей коллекции прокаченным. И, как говорится, чтобы за него подраться. Так, это еще две ДНК, да, ведь будет сверху? По-моему, так. Еще плюс мы, ребята, можем пофармить, если, конечно, нам улыбнется удача. Ну, давай, 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 не томи папочку. Так, да, ребята, еще две. И посмотрим дальше. Тут какой у него будет уровень? Шестидесятый. Я также, ребята, никого брать не буду. Будем брать, точнее, драться вот этой командой. Рафаэль и Лео, да, два брата-акробата. Один лидер, другой серьезный такой и злой. Рафаэль всегда, знаете, да, такой он вспыльчивый малый. Поэтому Леонардо всегда их, как говорится, вовремя пресекает на каких-то там ошибках. Ну, поэтому он и лидер, лидер ихний. Давайте, наверное, бомбанем по-быренькому. Вот так вот. И остается у нас армагончик. Которого, я думаю, что мы должны разобрать. Даже если он сейчас будет, ребята, использовать свои суператаки. Мощные. А он их будет, наверное, никогда, да? Сейчас в данный момент укус. Ну, смотрите, довольно неплохо бомбит. Плюс он мне понизил, как видите, ребята, атаку. Что не есть хорошо. Но, тем не менее, я должен его пробить. Вот он, вот он. Удар астероида. Массовая атака, конечно, очень мощная. Так, ну, естественно, Рафаэль мой мало наносит урона. Благодаря тому, что у него, ребят, пониженная атака. Но мы выиграли. Я вот не знаю, следующий бой, скорее всего, будет фейловый. Ну, там уже нереально. Там будет 75-й уровень, по-моему, если не ошибаюсь. Ох ты, а тут даже 3 ДНК. Слушай, ну это круто. Давай проверим, сколько у него здесь. 7,10. Ну, фиг с ним. Давай попробуем. Вдруг все-таки нам улыбнется удача. Ну, как-то сомневаюсь, если честно. Он начинает с массового удара. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой. Ты посмотри, что происходит. Я даже не знаю. Я, конечно, попробую взять провокацию, а потом хил. Спасет ли нас это? Нет. Уже, ребята, нас это не спасет, потому что у меня Рафаэль упал. К сожалению. Понимаешь, да? Сейчас, конечно же, и Леонардо очень много понесет урона. Очень мощный Армагон. Да. Тут, ребят, без вариантов, без шансов вообще какого-либо на выживание не получилось. Если бы мои персонажи были бы сотового уровня, или хотя бы Рафаэль, наверное, был бы в платине, может быть, у нас что-то и получилось. Ну, да ладно. Давайте посмотрим, ребята, улыбнется ли мне удача. Не хотелось бы, конечно, тратить по три портала за это, но давайте рискуем. Ага, нейтрализатор. Две ДНК выпало нам. Два доллара. Это вообще, считай, самое никчемное, что можно... О! У нас получилось, ребят. У нас получилось. Давайте тогда здесь попробуем удачу свою проверить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж такое-то? Все, ребят. К сожалению, закончился сыр. Довольно быстро как-то так. Так, ну а эти все испытания у нас пройдены. Пройдены до того момента, докуда мы смогли. А что у нас в платине? Можно просто глянуть? Ай, я даже не могу посмотреть. Сыра нету. Ладно. Ну что, давай зайдем с вами в бой. И попробуем... Ну, сколько пройдем? Сколько получится? Где у нас тут испытания? Да нет, не испытания мне нужны, а... Приключения, да? Да, смятения из другого измерения. Ну что ж, поехали. Начнем вот с этого. Раз, два... А сколько? 18 долларов, да, нужно для того, чтобы его вылечить. Надо будет это запомнить. Потому что лучше вылечить, чем рисануть. Потому что зарез, по-моему, больше намного берут. Так, ладно, попробуем. Поехали. Так. Так. Ага, минус. Клан Футовиц. Пониженная атака у нас здесь идет. Так, у нас и скорость пониженная. Так, пробиваем. К северу. К северу надо... Давай так, просто обычным пока. Повышенная атака по нему идет, поэтому... Так, меткость понизили. Замечательно. Почему я бью обычными ударами, ребята? Я даю возможность откатиться своим суперским ударом. А вот здесь уже шутить не стоит, я думаю. Поэтому начнем вот с этого. Начнем с усиления команды. И бомбим. Так, минус Клан Футовиц. Кто у нас тут самый противный? Вот у нас противный кто. Бибоб. Минус. Это сейчас, наверное, в провокацию, да? Нет? Не будет вставать? Давай тогда попробуем наказать Крипа. Ммм... Не вышло. А так, если? Минус. Да-да-да-да-да-да-да. Полаял и хватит. Как говорится, и будет. Мне, с одной стороны, даже выгодно. Потому что чем больше я ходов, ребята, делаю, тем быстрее у меня откатываются скиллы мои. Видите, у меня уже хилл откатился. То есть мы можем с вами его использовать. А почему я не могу пробить? Вот, все. Отлично. В минус. Ладно, мы прошли с вами эту волну. Поехали дальше. Самое сложное для меня, это, конечно же, когда будем драться с черепашками. Ну, это просто жесть какая-то. Вот я вам серьезно говорю. Вот именно вот здесь. Это просто труба какая-то. Так, давай заглянем, что здесь. 75-е уровни у нас. 75-е уровни. Видите, чем меньше здоровья, ребята, тем больше нам придется потратить долларов. А я думаю, стоит ли вообще их тратить? Или все-таки надо копить 500 бакинских на свои порталы? Ну, давай сюда зайдем. 68-е уровни. В принципе, годно, все нормуль. Можно зэка заменить на Рахзара. Как вы думаете? Давайте, наверное, так и сделаем. И, конечно же, вот это вот смятение из другого измерения идеально проходить, когда у тебя очень-очень много хайлевлых персонажей. То есть, ну, максимально прокачат их. И чем их больше, тем, конечно, у тебя больше вероятность того, что ты пройдешь. Идеально причем. Так, ну что, Крысиный король свой получил. Так, Рахзарчик стоит. Вот и Рахзару бы еще, ребят, знаете что? Контратаку и вообще бы ему цены не было, да? Как типа Рафаэль. Смотри, какой крепкий, а. Несмотря на то, что у него 69-й уровень, он делает массовую атаку, ребят. Массовая атака! Ты посмотри, сколько он отнял здоровья. Вот так-то вот, ребятушки. Не стоит недооценивать короля Крысиного. Это вам не шуточки. Хиляемся, конечно же. Выбора все равно особого нету. И, конечно, хотелось бы в этот отряд, наверное, взять еще одного хила. И причем хил должен быть довольно такой солидный, чтобы он мог отхиливать практически всех и сразу. Вот типа вот мухи. Ну, муха мне не нравится, потому что он как хил может быть и хорош, но вот как атакующий персонаж, он не очень хороший, ребят. Не очень хороший. Это еще мягко сказано, не очень хороший. Я бы сказал, вообще никакой. Так, ну-ка. Не смогли. Ага, Лео подцепился. Нормуль. Так, и Пицелицы. Сейчас будет, наверное, Масуху бомбить, нет? Не успел он, к сожалению. Ладно, замечательно. Здесь мы тоже с вами прошли. Будем, короче, вот так сейчас вокруг обходить этих черепашек. И, может быть, дальше мы и выйдем на них. А у нас не будет выбора. Понимаете, нас заставят столкнуться лбами. Так, давай посмотрим, сколько у нас. 77 уровень. 77, жесть какая-то. Это просто жесть, серьезно вам говорю. А тут у нас 75, да? Ну, придется с этим и драться. Так, берем Рокзара. Блин, был бы вот у меня... Ладно, давай попробуем. Попробуем сыграть через Стокмонта. А что такое вот сердечки там, которые находятся вот у нас? Мне вот это интересно знать. Что они вообще обозначают? Так, давай-ка, наверное, вот так вот начнем. Ой. А что так мало-то? Бомбанули-то. Вот. Лео хорошо сейчас дал. Вжарил, так вжарил. Я просто хочу его уничтожить до того, как он использует массовую атаку. У ворот еще повесил на себя. Ай. Все, пошла массовая атака, ребят. Блин, со своим постепенным уроном... Ух. Стокман отдуплился моментально. Ну и Рокзар сейчас, ребят, тоже погибнет. А я старался, я хотел успеть, но, видите, не... Не получилось у меня ничего. Не вышло. И это первая волна только еще. На второй волне нас, наверное, все испепелят. Вот, ребят, вам и все, блин, прохождение. Думал, пройдем как можно дальше. Но нет, не бывать этого. Нам не дают просто-напросто такой возможности. Ну, хорошо, хотя бы так. А вот, ребята, и вот эти вот четырехрукие кланфутовцы, которых нам нужно убить определенное количество, чтобы получить достижение. Пробивают они, ребят, пробивают. Причем очень довольно сильно. Ммм, хельнемся. Не очень, конечно, много нам дали здоровья. Ай-яй-яй. Как же все-таки жестко тут. Вертушки у нас, конечно же, нету. Я думаю, сейчас у меня Рафаэль, наверное, упадет. Ай-яй-яй. Очень-очень больно смотреть на это все. Да, ребят, я потерял, к сожалению, Рафаэля. И Леонардо тоже убили. Вот это мои, ребят, в данный момент достижения. Докуда я могу пройти? То есть, очень-очень плохо и очень слабо. Ну-ка, посмотрим, сколько нужно для того, чтобы... А, нет, я мертвых, ребята, не могу, к сожалению, вообще восстановить. Вообще не смогу восстановить. И вот если бы у меня было бы хотя бы, ну, персонажей там 20, вот, в 70-х уровне. И можно было бы еще здесь как-то повоевать. Но вот когда у тебя всего лишь там раз, два, три, четыре, пять, шесть персонажей, ну, это ни о чем, согласитесь. Ладно, я буду сбрасывать и забирать, ребят, Ревард, мне дали всего лишь одного Макмана. Ну что же, а на этом, пожалуй, я буду и закругляться. Хотя еще есть пицца, поэтому, я думаю, надо нам с вами поискать ДНК. Зачем уходить, не истратив все? Верно, верно. Тем более у нас есть ДНК нейтрализатора. Обмениваем, конечно же. Сюрикенов у нас мало, всего лишь три тысячи нужно подкопить, потому что не ровен час. Так, Бибоб. Ты смотри-ка, Бибобчик-то у нас около-около, ребят. Как-то я так пропустил этот момент, я не понял. И пицца кончилась. Ты прикинь, у нас закончилась пицца. Так, секунду, сколько там? Осталось всего лишь одну ДНК на него найти? Или мне показалось, померечилось? Ребята, еще одно ДНК мы находим, и Бибоб у нас получит четыре звезды. И я думаю, что в следующей серии это будет. Я думаю, я рассчитываю на это. И тогда у нас получается, что сегодня мы с вами прапали Рафаэля, да? И Бибоб. А этот Бибоб очень крут, очень хорош, ребята. У него навыки какие там появятся? Прятки. Бибоб использует, так, демаскировки. Улучшает. Блин, короче, надо будет апать, обязательно апать. Ну, а теперь, дорогие друзья, уж точно будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в новой следующей серии. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok